МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Уркин Медиа время новостей. В студии Айдана Жакслык. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Без права на ошибку. За этот год на территории Балхаша зарегистрирован 21 факт ДТП. Обледенение. Нерукотворный каток образовался во дворах домов микрорайона Мухамеджанова. Вопросы и предложения. Аким города Сапарсатаев проведет встречу с балхашцами. За этот год на территории Балхаша зарегистрирован 21 факт ДТП. Дорожные происшествия унесли жизни 13 человек. Больше 20 получили различные телесные повреждения. На трассе республиканского значения Алматы и Екатеринбург зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Областного значения 7. Большинство трагедий произошли в результате превышения скорости. Отдел полиции города Балхаш предупреждает участников дорожного движения быть бдительными на дороге, соблюдать скоростной режим, пристегивать ремни безопасности себя и пассажиров, а также соблюдать правила перевоза пассажиров при проезде перекрестков. Просим вас уважать других участников дорожного движения. Также при ухудшении погодных условий просим водителей по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов между населенными пунктами, ведь на дороге вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и для других участников. Бюджет Балхаша поселков Саяк и Гульшат на 2024-2026 годы. Работа городского масляхата на предстоящий год. Забота о гражданах с особыми потребностями. Эти вопросы обсудили на заседании постоянной комиссии. Они же войдут в повестку 10-й очередной сессии городского масляхата. С закладом по проекту городского бюджета на ближайшие три года выступила руководитель отдела экономики и финансов. В составе расходов бюджета 86% или 11 миллиардов тенге приходится на текущие расходы. В составе первоочередных расходов текущих, предусмотренных в полном объеме, текущие расходы постоянного характера – это зарплата с отчислениями работников бюджетной сферы, с ростом в соответствии с поручениями главы государства. Коммунальные услуги, услуги связи, повышение квалификации, сопровождение информационных систем, расходы на соцпомощь, на мероприятия по благоустройству города, содержанию, ремонту дорог и другие мероприятия. На реализацию 13 социальных проектов в неправительственном секторе в сфере социальной защиты, спорта, культуры, внутренней политики направлено на 163,9 миллиона тенге. Удельный вес расходов на социальную сферу в 2024 году с учетом передаваемых расходов составил 2,711 миллиона тенге. Резерв Акима города сформирован в объеме 172,5 миллиона тенге – это ровно 2% от собственных доходов бюджета, то есть по максимуму. В составе затрат бюджета учтены расходы на погашение основного долга и вознаграждение по кредитам, по ранее полученным кредитам в общей сумме 136,5 миллиона тенге. Это вознаграждение по кредитам на реализацию дорожной карты занятости, вот под 6% годовых мы брали. Вознаграждение по кредитам на строительство двух жилых домов номер 9 и 10 микрорайон под 0,3%. Субвенции по поселкам Саяк и Гульшат составили 183 миллиона тенге. Расходы на жилищно-коммунальные хозяйства – более 6,5 миллиардов. В том числе на мероприятие по благоустройству города будет направлено 2,201 миллиарда тенге. Реализуются проекты по благоустройству входной группы по улице Ахбай-Батыра, площади независимости, обустройству семи дворовых территорий. Обустройство пешеходных тротуаров, контейнерных площадок, по установке, замене и содержанию камер видеонаблюдения, ремонт укровли и фасадов семи многоэтажных жилых домов. Пока мы взяли предаваренные дома, это Мухаммеджаново 6, Златоксана 1, Сикульна 33, Ахбай-Батыра 2, Бакиханово 1, Карамин-Тиби 10, Казбеково 1. Но дальше мы еще будем рассматривать другие дома. 24-й год Акиматом объявлен годом станции Балхаш-1, поэтому на мероприятие по благоустройству будет предусмотрено 250 миллионов тенге на станцию Балхаш. Там тоже будет ремонт фасадов кровли. В основном кровли будут дворы. Дальше предусмотрено содержание памятников, аллей, скверов, парков. Отдельно содержание сквера за Дворцом культуры имени Хамзина. Оформление города и на другие мероприятия. На содержание автомобильных дорог с учетом трассы до микрорайона Комрад, Трангалыка, Чувар-Тюбека, Профилактория и Римбазы, а также на средний ремонт пяти улиц, текущий ремонт 20 тысяч квадратных метров автомобильных дорог, будет направлено 886,6 миллиона тенге. Средним ремонтом будут охвачены пять улиц. Это Рыскулова от Агабай-Батыра до Язева, Желтоксан от Алимжанова до Спицына, Агабай-Батыра от Абая до Желтоксан, Карамин-Диби от Бакиханова до Агабай-Батыра, Спицына от Желтоксана до Карамин-Диби. Всего это составляет 6,12 километров. На функционирование систем водоснабжения и водоотведения будет направлено 518 миллионов тенге. Средства выделены и на восстановление поливной системы, закуп электроэнергии для стабильной работы насосов, прочистки дренажных сетей, закуп материалов для Балхаш-Су. На расходы капитального характера направлено 304,5 миллиона тенге, это 2% от общих затрат. В том числе запланирование приобретения спецтехники для коммунальных предприятий, установка многофункционального игрового борцовского зала ангарного типа, приобретение служебного автомобиля для жилой инспекции, закуп оргтехники и программных продуктов, а также на пополнение библиотечного книжного фонда. На реализацию бюджетных инвестиционных проектов за счет местного бюджета будет направлено 1,544 миллиона тенге, это 12% от общих расходов. Планируется реализовать инвестиционные проекты, такие как завершение строительства 3-45-квартирных жилых домов, разработка ПСД на строительство еще 2-45-квартирных жилых домов 10А и 11А в 10-м микрорайоне. Завершение строительства ИКИ к 11-му дому в связи с проведением корректировки проекта и удорожанием его стоимости. На завершение разработки ПСД и строительства ИКИ к школе на 900 мест в микрорайоне Нуржаново. Корректировку ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений Нижне-Токраусского месторождения подземных вод. Разработку ПСД на модернизацию насосных станций 2-го, 4-го и 5-го подъемов водовода Токраус-Саяк. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКОЭ и СКАДА на подстанции Городская. На начало строительства автомобильной дороги от ТЭЦ до Техснаба. Разработку ПСД на строительство воздушных линий электропередач напряжением 10 кВт для развития туризма и дачных массивов. Трансферты на дальнейшую реконструкцию тепловых сетей 1-й и 2-й очереди составили 1,243,600,000 тенге. Также средства пойдут на реализацию проекта по реконструкции внутригородских водопроводных сетей 2-й и 3-й очереди. На продолжение реализации проекта по реконструкции внутригородских водопроводных сетей 2-й и 3-й очереди 1,367,921,000 тенге. На завершение реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения – 912 млн. 378 тенге. На строительство ИКИ к жилым домам – 7, 8, 9, 10 микрорайоне – 502 млн. тенге. На продолжение реализации проектов по реконструкции набережной зоны городского пляжа 1-2 очереди – 2 млрд. 795 млн. 407 тенге. Предложения и рекомендации депутатского корпуса, а также членов общественного совета, которые не вошли в проект бюджета, будут решаться в приоритетном порядке при уточнении к бюджету в 2024 году. Нерукотворный каток образовался во дворах. Гнилые трубы стали причиной затопленного колодца во дворах домов микрорайона Мухамеджанова. А это привело к обледенению дорог нескольких дворов. По словам представителя Бахашсу, причина прорыва в чугунные задвижки, врезанной в общую магистраль района. Она принадлежит владельцам склада во дворах микрорайона, которые, в свою очередь, обращались в Бахашсу с заявлением о замене задвижки. На что им ответили, отключение воды для проведения ремонтных работ невозможно из-за сильных морозов. Это может привести к обледению всей магистрали. Тем самым, ряд домов могут остаться без холодной воды. По словам директора Бахашсу, авария будет устранена в ближайшее время. Бахаши обновляются дворовые и спортивные площадки. Ранее жители жаловались на то, что спортивные площадки по нескольким адресам полностью изношены. В сентябре Аким города Сапарсатаев поручил их обновить. 23 из них были переданы на баланс коммунального казенного предприятия Бахарского городского спортивного клуба. В результате начатых с октября ремонтных работ реконструировано 4 площадки. Одна из них находится во дворе дома номер 5 микрорайона Мухаммеджанова. В сентябре был проведен конкурс на ремонт этих площадок. В результате победила строительная компания «Литхоум», которая в октябре начала работы и в настоящее время завершает. На этих четырех площадках проведен качественный ремонт. В этом году проведен ремонт площадок. Это в 12 микрорайоне, на площадке дома номер 16 по микрорайону Сабитовы, в микрорайоне Мухаммеджанова 5 и 19. Кроме того, на следующий год планируется реконструкция семи площадок. Футбольное поле. На ремонт футбольного поля ушло два месяца. За это время проведены одинаковые работы на четырех объектах. Строительное оборудование привезено из городов Алматы и Караганды. Задействовано немало работников. Три техники – КАМАЗ и погрузчик. Аким города Сапар-Сатаев проведет встречу с бахарцами. Она состоится 21 декабря в 15.00 во Дворце культуры имени Хамзина. Онлайн-трансляция будет вестись на официальных страницах Инстаграм, Балхашкала САК МДГ и в сети Фейсбук. Созданы специальные рабочие группы для сбора вопросов и предложений от населения. Предварительное обращение можно оставить по номеру телефона или электронному адресу, указанному на экране. После окончания встречи будет личный прием. Балхашский военнослужащий стал победителем чемпионата по рукопашному бою среди армии государств-членов СНГ. Жанебек Сабитов, получивший звание лучшего весовой категории до 65 кг, является старшим лейтенантом войсковой части 53-898. Участие на Кубке министра обороны в Астане приняли более 180 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана и Белоруссии. Кроме того, Жанебек Сабитов занял первое место на республиканском первенстве, которое прошло в марте этого года. Соревнования прошли на очень высоком уровне. Провел три встречи. В первом бою я встретился с бойцом из Узбекистана, во втором сражался с представителем Белоруссии. В упорном бою со счетом 7-6 одержал победу над представителем России. Спортом я занимаюсь с 5-летнего возраста. Мой первый тренер – Сансыбай Баймешев. Балхаши меня тренирует ирка была нога. Пользуясь случаем, выражаю благодарность своему начальству и тренерскому штабу спортивного комплекса «Ахтенец». Танцоры Балхаша стали обладателями Грам-при Международного конкурса искусств. Соревнования «Танцующий мир» проходили в Алматы на сцене Уйгурского театра. В конкурсной программе приняли участие коллективы и сольные исполнители учреждений образования, культуры, частной школы искусств всех регионов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Артисты ансамбля «Сити Дэнс» представили на суд жюри 17 хореографических номеров. Все постановки заняли призовые места. 10 декабря в городе Алматы мы приняли участие в Международном конкурсе искусств «Танцующий мир». На суд жюри мы предоставили 17 хореографических композиций. Все наши танцы заняли призовые места, но самые высокие награды заняли групповые танцы «Молчание есть слово» и «Мир на планете Земля». Остальные наши номера, соло, дуэты и трио были удостоены лауреата в первой и второй степени. Меня отметили члены жюри, и я получила кубок «Эксперт» за высокое педагогическое мастерство. Солистка творческого коллектива, неоднократная победительница конкурсов и обладательница высоких наград, 16-летняя Милена Калмыкова уже 10 лет занимается танцами. Целится, что мечтает стать хореографом. «Наш коллектив на данном конкурсе представил новую постановку, которая называется «Молчание есть слово». Подготовкой к этому конкурсу мы занимались в течение одного месяца. Общее количество артистов, выступающих в нашего коллектива, 33 человека. Мы выступали в смешанной категории от 8 до 17 лет». Лауреатами первой степени стали трио, в составе которого София Юнусова, Гулим Казбек, Аружан Ермагомбет, соло в исполнении Валерии Ичитовкиной, два сольных номера в исполнении Малики Шинобековой, соло в исполнении Азерек Кашкент, Аружан Ермагомбет, Софии Юнусовой. Все остальные солистки стали лауреатами второй степени. «Ярмагомбетова Диана, мне 10 лет. Я занимаюсь в ансамбле «Сити Дэнс» один год. За такой короткий срок, благодаря нашему хореографу, мы выиграли первое место в городе Алматы. Конкурс проходил в Ульгурском театре. Все было замечательно, мне понравилось». «А что запомнилось вам?» «Там наградили. Мы очень своими эмоциями были рады, что мы заняли гран-при. Были волнения, потому что это было наше первое выступление». «У меня были эмоции, очень рады, потому что это моя первая поездка на большой сцене, на такой вот гран-при с поддержкой. Мы выходили на сцену с большими кубками, с гран-при». «Мы танцевали, нас наградили гран-при. Это значит «Баши здесь». Нам было это всем большим опытом. В 19-м году мы были в Калапаралу в Байкаву. Мы были в Байкаву на 17-е. В 19-е годы мы были в 2-м топе. Мы в 2-м топе, 2-м топе. Я вышла в 1-м, я вышла в 1-м. Я вышла в 1-м. В первенстве приняли участие люди с особыми потребностями, а также учащиеся в школах. Первое место среди мальчиков занял воспитанник клуба «Кинг-понг» «Ерканат Жаркын». Взял первое место среди двух двух тринадцатого года. Было шесть людей, ну, больше. И среди них получил первое место. Занимаюсь я в «Кинг-понге». Мне там нравится. Нравится тренироваться. Хорошо тренируют, быстро. Причем и понятно все. Среди девочек отличилась Мунира Султан. Она заняла третье призовое место. Я тренируюсь 2 года. В упорных боях заняла третье место среди девочек 10-13 лет. Хочу выразить благодарность своему тренеру, родителям и подругам по залу. Стоит отметить, что на первенстве съехалось более 100 спортсменов из разных уголков страны. Мы провели открытый турнир «Каббезы Кинг-понг», который проводился у нас 3 дня. Первый день был у людей с особыми потребностями. И второй-третий день, сегодня закончился третий день, был именно детский турнир. В детском турнире участвовало более 100 детей. Приехали спортсмены из Каркарауы, Караганды, из Луталской области Жасказгана. Также, конечно же, участвовали наши блохарские дети. Было разделение на 3 возрастные группы и по полу девочки, мальчики отдельно играли. На данном турнире спортсмены из Болхаша заняли всего 5 призовых мест. Да, 2 первых, 2 вторых и 1 третье место. Тренерской деятельностью я занимаюсь с начала открытия нашего клуба. И стараемся, конечно, воспитать будущих чемпионов. Это все новости на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова